Борьба с пожарами, добрые дела нижнекамских студентов и итоги Кубка Газпромнефти. Об этом и не только. В ближайшие несколько минут в эфире Нижнекамские новости. В студии для вас работаю я, Аделя Сиразова. Здравствуйте. Приход теплой и солнечной весны таит за собой повышенную пожароопасность. С начала этого года в городе и районе зафиксировано 15 случаев возгорания сухостоя. Горит трава в сельхозугодиях, на лугах и открытых городских территориях. Основной причиной пожаров зачастую является человеческая безответственность, как бороться с возможными рисками, говорили сегодня в муниципалитете. Об основном пожароопасном режиме знают и самые маленькие жители города. В Нижнекамске прошел один из этапов всероссийского конкурса по пожарной безопасности среди дошколят и подростков. Участники готовили различные творческие композиции на тему пожарной безопасности, рисунки, аппликации. Всего на конкурс поступило свыше 600 работ. Более 70 участников получили награды. Нижнекамские студенты провели акцию «Марш добра». От сквера Лимаева активисты прошли до аркады. Попутно они раздавали георгиевские ленточки и пели песни о Великой Отечественной войне. Какие еще добрые дела сделали студенты, смотрите в 18.30. В Омске проходит детский турнир по хоккею среди команд КХЛ на Кубок «Газпромнефть». Юные нефтехимики уверенно преодолели групповой этап соревнований и вышли в четвертьфинал Восточной конференции, где переиграли сверстников из Екатеринбурга 6-3. А вот обыграть игроков Омского «Авангарда» на стадии полуфинала нижнекамцы не смогли. 1-7. Через час нефтехимик сыграет против казанского «Акбарса» за бронзу. Матч будет транслировать на официальном сайте Кубка «Газпромнефти». О погоде сейчас в городе плюс 6 градусов, в нем потеплеет до 10 выше нуля. В следующих выпусках мы расскажем вам о страшной аварии с летальным исходом и о результатах антикоррупционной проверки. Напоминаем, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 077-41-1313. Также сообщения принимаются на сайте НТРТВ.ру. К этому часу у меня все. Не переключайтесь.